Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у нас тема, актуальная во все времена и во все эпохи. Жизнь идёт, меняются поколения, ценности. Но эти ситуации по-прежнему доставляют людям много страданий. Сегодня мы будем говорить об изменах в партнёрских отношениях. И у нас в гостях известный психолог во Владивостоке, психотерапевт Олег Юрьевич Сумарин. Олег Юрьевич, здравствуйте! Здравствуйте, Олег Юрьевич, рада вас видеть! У нас сегодня необычный формат. Нас двое ведущих. Вот Дима со стороны мужчин молодых. Молодого поколения. Да, молодого поколения. И я со стороны старшего поколения женского. И первый вопрос такой. В своих выступлениях вы говорите о том, что нет разницы между изменами физическими... В буквальном смысле. То есть, неважно физически или некоторые иногда говорят, физическая измена это ещё якобы неизмена. Но тем не менее, если появляется третье лицо, неважно периодичность, количество вот этих встреч на стороне и так далее. В любом случае это будет разрушать отношения. Почему? Если вы идёте в отношения, если вы строите семью, Если вы идёте в полноценные партнёрские отношения, значит должны соблюдаться следующие правила. И нужно чётко для себя отдавать отчёт, что такое любовь. Вот для меня любовь это первично принятие другого таким, как он есть, своего партнёра имеется в виду. Дальше, служение этому человеку. Не когда ты, знаете, как на рынке. Я дал тебе, ты должен дать что-то мне. А когда ты действительно искренне вкладываешься в отношения, вкладываешься в этого человека, ничего не ожидая взамен. Когда это идёт, скажем так, от чистого сердца. Ну и третий момент очень важный. Это верность. Поэтому любой шаг влево, шаг вправо, он, конечно, будет разрушать отношения. То есть, это чётко нужно для себя усвоить. Существуют ли какие-то симптомы, предпосылки, признаки свершившейся или надвигающейся измены? Как распознать измену? Ну, предположим, пара. Вы живёте, 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 но чувствуете в определённый момент охлаждение отношений. Причём, не просто охлаждение отношений, когда вы дистанцируетесь друг от друга. Но здесь не получается какого-то консенсуса, какого-то разговора. Когда, ну, будучи взрослыми людьми, вы пытаетесь выяснить, в чём причина вот этого состояния. То есть, вы чувствуете холодок со стороны партнёра. А вы смотрите и наблюдаете за его поведением, появляются какие-то, ну, скрытые мотивы, тайны какие-то в его жизни. То есть, он или она запирается там в туалетной комнате с телефоном и так далее. На телефоне появляется блокировка и так далее. Ну, слышите сигнал сообщения, звонка там, телефон переворачивается или ещё что-то. Ваш партнёр задерживается, пытается оправдаться. Вот это, конечно, всё должно настораживать вас. Так как вы идёте в отношения всё-таки, чтобы обрести себя, ну, это вот моя чёткая позиция. Причём, допустим, когда я с парами встречаюсь, я всегда задаю им такой вопрос, на который в большинстве люди в конечном итоге не могут ответить. Зачем вам партнёрские отношения? Так вот, для меня партнёрские отношения – это способ обретения себя. Мне очень нравится фраза мудрого человека. По-моему, это православный священник. Он когда-то сказал, что создание семьи и отношений – это гораздо глубже даже и гораздо серьёзнее, чем просто уход в монастырь. Почему? Потому что здесь ты испытываешь, ну, я не знаю, во много раз большее давление, эмоциональное, психологическое и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, если вот эти первые признаки, которые я назвал для вас, появляются, и вы думающий человек, вы человек, который пытается обрести себя в отношениях, для вас это прежде должен быть всего сигналом. Не просто, что ваш партнёр изменяет, а это прежде всего должен быть сигнал для вас лично, что я не так делаю в партнёрских отношениях, что я перестаю быть хорошим мужем, хорошей женой для своего партнёра. Ну, хорошо, человек вот видит эти симптомы, признаки, он начинает по этому поводу переживать. Испытывает, может, разные чувства, и страх, и злость, и обиду. И вот что, ему нужно поговорить, высказать вот эти свои эмоции, или наоборот, как-то там затаиться, понаблюдать, как себя правильно вести. Ну, опять же, вот смотрите, я позиционирую себя как более чем эффективный специалист-психолог. Почему я эффективный? То есть, вот если ко мне клиент попадает, я всегда чётко выясняю, не просто запрос клиента, а мы чётко формулируем ту цель, которая позволяет ему в данной конкретной ситуации, проблемной ситуации для этого человека, вырасти и стать сильнее. Для меня, опять же, очень важный момент. Любые проблемы, любые ситуации, которые в жизни случаются, это всё-таки уроки. Это не просто, ну, скажем так, нас кто-то наказывает, или мы такие бедные и несчастные, оказываемся в той или иной ситуации. Многие относятся к этому так. Для меня всё-таки это способ обретения себя. Поэтому, если, ну, происходит подобная ситуация, конечно, нужно чётко для себя поставить цель, что ты хочешь в этой ситуации. Большинство, конечно, будут говорить. Я хочу сохранить семью, я хочу вернуть мужа, хочу вернуть жену и так далее. Я хочу точно знать, есть там кто-то или нет. Вот смотрите, опять же, вот то, что вы сейчас сказали, зачем вам это знать? Для того, чтобы ещё больше разрушить отношения, или привязать себе человека. То есть отношения, это не когда вы являетесь моей собственностью, а когда я уважаю ваши границы. И если нечто появляется, неважно, это измена, какая-то другая проблема в отношениях, я прежде всего считаю, что нужно задавать себе вопрос, что со мной не так, что даёт возможность моему партнёру, провоцирует его или предоставляет ему ситуацию, идти направо, налево и так далее. Даже если вы считаете, что вы идеальны в партнёрских отношениях, ну, чаще всего женщины говорят, но я же ему стираю, готовлю и так далее. Да, внешне вы выполняете функцию жены, я к женщинам обращаюсь. Но что вы несёте внутри себя? Как вы воспринимаете своего супруга? Чётко ли вы знаете роль женщины по отношению к мужчине? Чётко ли вы знаете, какие функции должна выполнять жена по отношению к мужу? Мы говорим о внешних вещах, а что происходит внутри на уровне чувств, на уровне сердца, потому что даже та же самая готовка пищи для вашего любимого может стать, соответственно, ритуалом, который, ну, даже пищу вы можете эту наполнять любовью, это тоже может быть служение, а не просто формальное, вы там бутерброд сделали или ещё что-то. Но так всё же, эмоции и чувства высказывать надо и свои подозрения? Обязательно. Есть показатель взрослых отношений. В большинстве невротиков, а, ну, проблемы, которые у нас случаются в жизни, это всё-таки, скорее всего, связаны с нашими проблемами в детстве. То есть, в конечном итоге мы выступаем в партнёрских отношениях, как травмированные дети. Травмированные дети что делают? Они уходят внутрь себя, они обижаются, они там пытаются манипулировать, каким-то образом твёрдо настаивать именно на своём видении той картины, отношении которой должна быть. Взрослый человек, он всегда пытается услышать партнёра, он всегда пытается найти какой-то компромисс, так, чтобы не только ему было хорошо, но и хорошо другому. Причём, вот для меня всё-таки взрослые отношения, когда между мужчиной и женщиной образуется союз, строятся на уважении. А что такое уважение? Это прежде всего знание и принятие своего партнёра таким, какой он есть. Вы можете не разделять его ценности, но уважать их, я думаю, что это обязанность каждого из нас. А вот что делать, если в отношениях человек не хочет идти на компромисс и не хочет, там, слушать, понимать, и просто он говорит, вот я такой человек, вот я не могу переступить через себя и где-то там извиниться, потому что, видите ли, я не считаю нужным за это. Как тогда вы хотите? Хороший, очень хороший вопрос. И очень часто с этим встречаюсь. Когда мне звонят жёны, но чаще всего, опять же, жёны, потому что женщины более открыты в эмоциональном плане, они склонны доверять кому-то и пытаться разрешить проблему больше, чем мужчины. Хотя вот с другой стороны, я сейчас просто думаю, сколько же с процентом соотношений мужчин и женщин. Наверное, всё-таки 60% женщин и 40% мужчин обращаются ко мне, когда их жёны, их благоверные сходят с ума, идут в те или иные эмоциональные состояния, там, в буквальном смысле в измены и так далее, и так далее. Подождите, я не совсем поняла, 60% измен со стороны мужчин и 40% пострадавших женщин обращаются ко мне и 40% где-то пострадавших мужчин. Причём, знаете, вот даже на этих мужчин смотришь, ну, там физически, допустим, ну, прям мачо-мачо-мачо, а когда он начинает рассказывать эту ситуацию, может быть, он жене своей не показывает, насколько ему больно, но там такое детятенько, который так пострадал в этом, так страдает, просто, знаете, даже не знаешь, кого больше жалеть, тех или других. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, напомните ещё раз? Про то, что человек не хочет идти на компромисс. Обалденный вопрос. Вот смотрите, очень часто мне звонят и говорят, вот у нас такая-то ситуация случилась, необязательный измен, то есть проблемы в партнёрских отношениях, но мой благоверный заявляет, ну, чаще всего женщины об этом мне говорят, у тебя проблемы, вот ты обращайся к психологу, у меня всё нормально. Что нужно в этом случае сделать? Ни в коем случае не надо настаивать на том, чтобы партнёр шёл вместе с вами к специалисту, или если он не идёт вообще на контакт, то есть вы не можете установить вербальный контакт, когда вы понимаете друг друга со своим партнёром. Тоже нет смысла настаивать на этом. Ваш партнёр, которого вы выбрали, не готов к этому, у него нет ни ресурсов, ни навыков для такой коммуникации. Одна из, кстати, главнейших задач женщины – научиться должным образом общаться с мужчиной. Очень многие женщины не могут доносить то, что они хотят до мужчин. Вот приходят ко мне, ладно, я нейтральная сторона, в качестве психолога выступаю, то есть я здесь, ну, скажем так, нахожусь в той роли, где я могу быть слушателем. Ну, вот она мне рассказывает 10-15 минут, что она сказала – непонятно. Что она хочет в этой ситуации – непонятно. Она просто выливает свою эмоционалку. Ну, конечно, мужчина вот на этом поле будет всегда проигравшись в стороне, поэтому будет уклоняться от этого. Если ваш партнёр не готов с вами, ну, прояснять ситуацию, искать какие-то компромиссы, не готов идти к специалисту, вы делаете это сами. Я всегда позиционирую себя как системный терапевт. Что значит системный терапевт? Я рассматриваю проблему клиента всегда с точки зрения той системы, которой он принадлежит. Первично для меня это папы, мамы, потому что все паттерны партнёрских отношений, ну, то есть все правила, все устои, все действия, все способы коммуникации в партнёрских отношениях вы берёте из своей родительской семьи. Секундочку, то есть измена во взрослой жизни, ноги растут из детства? Во многих случаях это действительно так. Так, вспоминаю случай с клиентом, который, будучи в отношениях, шёл направо-налево, когда он, кстати, сам обратился, его эта ситуация самого измучила. Как оказалось, он в каждой женщине искал мать базово, то есть ему не хватало любви матери, там были определённые нарушения, в том числе и проблемы между его отцом и его мамой. Представьте, вот таким образом взрослый мужик, сорокалетний, на социальном плане реализованный, но не в личном, субъективном, пытался решить свою внутреннюю проблему. Когда наступает это осознание, совершенно ты иначе начинаешь воспринимать это. Олег Юрьевич, а этому мужчине, ему, получается, больше не физическое нужно было, а какое-то тепло? Душаное тепло. Это, знаете, так же, как с порнографией, моя любимая тема. Когда вы смотрите на эротическую картинку, вы идёте в взаимодействии не с реальным человеком, вы не знаете, как этот человек пахнет, как у него там, не знаю, как он потеет, как изо рта у него пахнет, что это по характеру за человек и т.д. Вы идёте с образом. И в том числе, если появляется третье лицо в ваших отношениях, в большинстве случаев, вы не прорастаете в этого человека. Вы встречаетесь, этот конфетно-букетный период какое-то время продолжается, продолжается, продолжается. До поры до времени. Пока любовница, если мы говорим о мужчине, не начинает качать свои права и хотеть нечто большее. Поэтому, конечно, мужчина ищет прежде всего это принятие, это понимание, это участие со стороны женщины. То, что он недополучает в семье в силу тех или иных моментов. Так, я понимаю, мужской шовенизм, а мужчина ищет, да, женщина что ищет? Женщина. Опять же, неоднократно сталкивался с этим. Вот вспоминаю случай, ну, эта семья меня очень полюбила, потому что работала с женой и с мужем, действительно полюбила. Они остались, слава богу, вместе. Вот он приходит ко мне, а в лёный момент заявляет, что она ему говорит о том, что она кого-то там влюбилась и т.д. Эти отношения платонически, там не было физической измены. Ну, вот она, как я рассказывал, сочинила себе нечто, коллегу по работе. Хотя у коллеги по работе там была куча своих проблем. И этот коллега по работе не собирался с ней идти в партнерские стабильные отношения, не собирался жениться на ней. Но она этот образ любила и страдала. Конечно, это разрушало их партнерские отношения в семье. Но, тем не менее, зачем она шла? Она недополучала от своего супруга вот этой эмоционалки. Но здесь еще во многих случаях очень важный момент отмечается. В измены идут незрелые личности, травмированные дети. И эти дети, исходя из тех правил, тех устоев, которые им будут в своей родительской семье, очень часто сами разрушают свою жизнь, создавая для себя те или иные дискомфортные ситуации. В том числе, через измены. Поверьте, в большинстве случаев ничего нового ты на стороне не находишь. А ты оказываешься в той же самой ситуации через какое-то время. И очень часто партнеры, которые разводились в силу страсти, любви, еще чего-то, в конечном итоге приходили ко мне и говорили, то же самое, на те же самые грабли я наступаю в тех же новых отношениях. Здесь нет разницы между мужчинами и женщинами. Вы предлагаете, рассматриваете измену как болезнь партнера. Ну вот, иначе должно быть лечение? Я люблю мудрых людей. Людей, которые действительно обрели себя в этой жизни. И вот слушал интервью одной дамы, очень известной в социальном плане. То есть, не просто там на уровне нашего города, а на уровне страны, даже, может быть, скажем так, и в мире. Ну, то есть, в глобальном масштабе она известна. Так вот, она говорит, что вы пристали ко мне насчет измен моего супруга. Это его проблемы. Я для него остаюсь женой. То, что он мне изменяет этот крест, он пусть сам несет на своих плечах. И отвечает за это сам. Перед Богом, там, я не знаю, перед Всевышним, перед кем, как вы хотите. Вот. Это очень важно четко помнить о том, что если вам жизнь подарила человека, значит, это человек именно тот, который показывает ваши собственные глубинные проблемы. На что вам нужно обращать внимание. Если вы вцепляетесь в горло и говорите, ты должен быть только со мной. Все это будет разрушать отношения. Если ты воспринимаешь вот эту ту же самую измену, как человек, ну, что человек оступился, как человек болеет в данный момент. В данный момент действительно болеет. Вы же не бросьте, если вы, не знаю, там, руки-ноги отнимутся и так далее. Вы до конца будете с ним. То же самое здесь. Да, тебе больно, но если жизнь предоставляет тебе эту ситуацию, значит, эта ситуация тебе нужна. Твой урок. Я хотел другой вопрос задать, вернуться немножечко к вашему предыдущему ответу, касаемо специального контента, который... И вот у меня такой вопрос. Если вторая половинка вдруг зачастила просмотром специального контента, 18+, клубничка назовемая так, как к этому реагировать? Можно ли это тоже считать некой изменой? Потому что тоже начинаешь накручивать многие себя. Как на это реагировать? Ну, я все-таки обращаюсь к людям, которые обретают себя в этой жизни. Знаете, когда я где-то выступаю, там, публично, я всегда говорю, здравствуйте, дорогие друзья, люди, которые вместе со мной учатся быть счастливыми в этой жизни. И если в вашем случае, ну, допустим, опять же, вспоминаю случай, мне пишет подписчик и говорит, что, ну, он мужчина, то есть, говорит, меня тянет все время на просмотр вот эти, ну, порнографии там и так далее. И это разрушает мои отношения, то есть, жена там постоянно в обидах и так далее. Причем даже вспоминаю сейчас другой случай, когда другая, ну, женщина спрашивает меня, что делать в подобной ситуации. Четко нужно для себя отдавать отчет. Если вас на это тянет, то вы человек страстей, это уже патология. Потому что, знаете, сходить с ума нужно с методом. Но если ты живешь там, и рядом с тобой страдает женщина, которая недополучает от тебя чего-то, и ты не можешь вот это, ну, какие-то нюансы выяснить и объяснить ей, почему происходит именно таким образом, как происходит, это, конечно, прежде всего твои проблемы. И человек, который увлекается этими вещами, должен задуматься, зачем он разрушает себя. Второй очень важный аспект. Когда вы идете в саморазрушение, опять же, отдавайте себе отчет в том, что существует какая-то глубинная проблема, которая не позволяет вам быть благополучным в партнерских отношениях. Почему? Если вы идете в партнерские отношения, молодые, красивые, здоровые, там вкусно пахнущие и так далее, и думаете, что тело, которое рядом с вами, будет все время таким, вы ошибаетесь. Мы все меняемся, мы все с возрастом меняемся. И если вы строите отношения только на физиологии, на сексуалке, это будет разрушать отношения. Почему я обращаюсь к вам, женщины? Вы хранительницы домашнего очага. Когда вы идете, выходите замуж, идете в партнерские отношения, все время задавайте себе вопрос, что я хочу получить дальше? Или вы хотите получить комфорт от этого мужчины? Это имеет место, но это не может быть целью создания партнерских отношений. Рождение детей тоже не может быть целью создания партнерских отношений. Мы говорим о людях, как о нечто большем, чем просто физиология, чем просто эмоции. А что должно тогда стать целью, которая перерастет и секс, и воспитание детей, которые вырастают со временем, уходят? Ну, в буквальном смысле. Я опять же сейчас скажу тем людям, которых очень-очень-очень мало. Для них целью отношений может быть обретение Бога. Бога. В каком смысле? Почему? Потому что мы с вами сейчас формально общаемся. Вы красавица. Я умный товарищ. Мы испытываем другую симпатию. Но вы не знаете, что я из себя представляю в быту, вне вот этой студии и так далее. Когда мы идем в партнерские отношения, это благо. Если вам дан человек, если там случаются какие-то проблемы, это прежде всего индикатор для вас, что в вас не так. Вы можете менять одну жену на другую, одного мужа на третьего, на четвертого, пятого, как некоторые звезды бравируют этим. Но это тупик. Потому что прорастать в отношениях можно только с одним человеком. Как бы тебе тяжело не было. Как бы тебе тяжело не было. Но это мое твердое убеждение, жизнь все-таки дает нам по силам. Если ты оказался в этой ситуации, задавай себе вопрос. Зачем ты выбрал именно этого партнера? Зачем он оказался именно таким через 5-10 лет после вашей совместной жизни? Потому что 5-10 лет ты создавала его. А если мы говорим о жене, жена. Вот эти 10 лет, то, что сейчас появились проблемы в изменах или еще что-то, это они создавали эту ситуацию. А как не стать жертвой в таких отношениях? Ведь очень часто, как правило, женщины уходят в себя, просто посыпают голову пеплом, самобичеванием занимаются. Но это вообще шпуть в никуда. Спасибо. Тоже очень глубокий вопрос. Очень глубокий вопрос. Предположим, мы сейчас говорим прежде всего о женщинах. Хотя, если бы мне товарищ пришел, который бы оказался в подобной ситуации или сам бы изменил, то есть мужчина, я бы ему ту же самую правду матку в глаза бы сказал. Дал бы конкретную обратную связь. Вот за это меня, кстати, клиенты и любят. Потому что, как я говорю, я сопли не жую. Если вы пришли, значит, мы решаем проблемы. Бывают, знаете, все-таки наше общество больно. Бывают такие клиенты, которые приходят от других специалистов моей модальности. Вот, допустим, женщина мне говорит, была у специалиста, психолога, женщины, ей изменил муж. И что этот психолог ей советует? Она говорит, ну, измени сама. Куда этот путь? Никуда. Поэтому очень аккуратно. Вот даже то, что мы сейчас с вами выдаем вот эту информацию, эту информацию будет смотреть тысячи, там, сколько людей, там, и так далее. Конечно, нужно пропускать через себя. Нужно дифференцировать, размышлять над ней. На веру ничего принимать не надо. Так вот, если все-таки вы оказались в этой ситуации, будьте добры, еще раз вопрос. Как не стать жертвой? Как не стать жертвой? Четко нужно помнить. Если я оказываюсь в этой ситуации, значит, эта ситуация мне необходима. Мы с распростертыми объятиями встречаем какие-то положительные события. Ну, вот она и начинает думать, я плохая, я страшная, я старая, сколько бы ей лет не было, даже если 25, и у нее длинные ноги. Начинает в себе копаться. И комплекс неполноценный. Вот. Я об этом и говорю. То есть, вот случается какая-то радость. Событие какое-то положительное. Мы там радуемся, руками там встречаем и так далее, и так далее. То есть, распростертыми. Случается какая-то проблема. И что мы делаем? Мы пытаемся эту проблему быстрее разрешить и прийти снова в комфортное состояние. Очень многие мудрые люди говорят, что нужно искать не комфорта, а именно проблемы. Потому что в этих проблемах ты растешь. Но я опять же говорю, я сейчас обращаюсь только к думающим людям. И если в вашей ситуации, в вашей семье случаются измены, еще какая-то проблема, непонимание, еще чего-то там и так далее, обязательно обращайся к себе. Если ты, как собачонка, бегаешь за ним, только, пожалуйста, останься со мной, вся такая хорошая, все для тебя. Унижайся. Конечно. Галку себе ставь. Это ты идешь в состояние жертвы. Не он. Он предоставляет ситуацию. Он лишь лапом своего бумажка, которая показывает то, что происходит с тобой во внутреннем пространстве. И тогда вот этой женщине нужно не сохранять отношения, не пытаться его вернуть, а стать самодостаточной. Когда ей будет хорошо и одно, и в этих партнерских отношениях. Вот тогда такая сильная женщина будет привлекательна для вот этого товарища. Я всегда, опять же, повторяю, ну, опять же, к женщинам обращаюсь, ну, в том числе и мужьям. Здесь без разницы кому, тому партнеру, который ко мне обратился. Если что-то происходит не так, значит, ты учись становиться лучшим мужем для этой женщины. Ты учись становиться лучшей женой для этого мужчины. Не для того, чтобы сохранить отношения, не для того, чтобы быть рядом с ним, а для того, чтобы самому научиться быть мужчиной, самому научиться быть женщиной. Чтобы себя сохранить. Вот мне кажется, чувство собственного достоинства спасет любую сторону. Опять же, что мы понимаем под чувством собственного достоинства? Почему? Потому что, если все-таки ты осознаешь, что жизнь мудрая штука, и она тебе дает только то, что тебе нужно пройти, понимаете, иногда нужно все-таки закусить у дела и свою гордыню затолкать очень-очень-очень далеко. Тогда партнерские отношения сохраняются. А вот такая ситуация, да, был факт измены, простили, значит, все хорошо, живем дальше. А не будет ли это считаться как слабость тому, кто простил? Сходить с ума нужно с метадам. Тоже моя любимейшая фраза. Прощать никого не надо. Если мне изменили, вам изменили, значит, должна быть какая-то компенсация. Пострадавшая сторона всегда должна быть скомпенсирована. Но, что значит скомпенсирована? По-разному компенсируются. Люди разные, и способы компенсации у всех абсолютно разные. Кому-то там покупают квартиру, кому-то каждые 15 звонят и говорят, я там-то, там-то, там-то. Деньги, внимание. Компенсация должна быть. Или же, допустим, вы договариваете со своим партнером, что вы приходите, как я говорю, опять же, вечером приходите, каждый день он вам 20-30 минут чешет пятки. Ну, массаж ног, к примеру, это тоже может быть компенсация. Вы приходите к тому, что устроило бы вас, если вы пострадавшая сторона. Да, здесь, конечно, опять же, должен быть взрослый партнер, взрослый партнер, который услышит и пойдет вам навстречу. Но, знаете, как про короля говорили, то есть, глупый король будет там просить чего-то, луну жареную с неба, то есть, слуга никогда не сможет это сделать. Разумный руководитель, разумный король просит только то, что могут дать ему его там подчиненные, там, слуги, там, и так далее. То же самое здесь. То, что вы хотите, должно быть в силах компетенции вашего партнера. но бывает так, что партнер говорит, опять же, не хочу, не буду, не буду. Разные люди бывают. Тогда, что нужно делать? Дистанцироваться. Не обязательно сразу разводиться. Дистанцироваться. Да, вы остаетесь женой, но никакой сексуалки, ничего там. То есть, вы выдерживаете эту паузу, но через эту паузу вы опять же, вы это делаете не для того, чтобы наказать его, не для того, чтобы сохранить отношения, а для того, чтобы обрести себя и четко для себя усвоить, что изменно это самый величайший подарок для вас. Внимание, вот смотрите, я всегда опять же своим клиентам повторяю, мы с вами здесь сидим, взрослые люди, четко понимаем, что рано или поздно мы закончимся, все в этой жизни заканчивается. Ни одна жена, ни один муж с вами всю жизнь не будет. Рано или поздно вы потеряете друг друга. Ну, я практикую более 25 лет, поэтому у меня есть опыт не просто моей собственной жизни, не просто там академических знаний, которые я получил образовывая себя, но и опыт соприкосновения с судьбами других людей. И вспоминаю такой случай, когда произошла измена, приходит ко мне жена, это было где-то лет 15 назад, себя в соплях и так далее, а я говорю, давайте-ка извлечем уроки из этого. И самый главный урок, она сама к этому пришла, она четко для себя усвоила, что с партнером или без него, я готова или хочу научиться быть счастливой в этой жизни. Я четко для себя поняла, что муж это не то, что будет гарантировано до конца со мной. И когда однажды, через много-много лет, этот муж ушел из жизни, она мне позвонила и сказала, спасибо, я тогда урок усвоила. и сейчас я гораздо сохранней. Не потому, что я его не люблю, а потому, что я благодаря его измене когда-то научилась быть самодостаточной в этой жизни. Вот, пожалуйста. А если вот вернуться к теме подарков, не будет ли это считаться как некой продажей себя, если там, допустим, принять машину, квартиру или там что-то очень дорогое? Смотрите, опять же, люди разные. Работают с людьми разного социального, материального положения и так далее. Очень часто товарищи, я про мужчин говорю, которые пашут, 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 зарабатывают там еще чего-то, они не могут выдавать женщине эмоционалку. Они видят свое служение в зарабатывании, у смысл. Мне от него требовать чего-то, что он мне не может дать. Если для него это способ проявления любви ко мне, так принимай это с благодарностью, стимулируй его так, чтобы для него это было значимо, чтобы он не просто откупался от тебя, а он видел, что ты благодарна ему за это проявление его любви. Даже если ты считаешь, что лучше бы он вечер провел с тобой, цветочки подарил, моталечки подарил, ласковые слова сказал. Но он не может этого делать. Не надо требовать. Смысл, смысл. Смысл требовать то, что человек не может тебе дать. Олег Юрьевич, вот сейчас современная жизнь очень сильно изменилась. И общение людей переходит онлайн. И физических встреч, это признают многие специалисты, становится меньше, намного меньше. Вот в связи с этим вопрос, может и измены как-то трансформировались, может их тоже стало меньше или по-другому выглядят? Тоже очень распространенная ситуация. Постоянно с этим сталкиваюсь. То есть пишет мне там подписчица, или обращается клиент, жена сидит где-то в соцсетях, и кто-то комплименты делает. Опять же, ну понятно, что у того, кто сидит в соцсетях, и вот таким образом что-то для себя пытается приобрести, имея жену или мужа рядом с собой, не умея договариваться, не обретя этот навык за годы совместной жизни. Конечно, у этого человека проблемы, но смысл нам решать проблемы другого человека, если он не обратился к нам за помощью. Нет смысла. Поэтому, если твой муж или твоя жена пытается получить вот это внимание из не пусть из соцсетей, да, у тебя есть несколько вариантов. Отклячить губу и пойти в состояние обиженной жертвы, страдалицы, что тебе изменяют. Или опять же, четко для себя задать вопрос, что я могу сделать, чтобы я была более желанна, более привлекательна. Не просто как биологический объект, не просто как это тело, но еще на душевном, на духовном уровне. Что я могу еще сделать, чтобы он понимал, что я та, которая ему нужна. Это измена, это измена. Но опять же, это показатель того, что что-то не так в отношениях. Вот буквально пять секунд вспомнил случай, приходят ко мне, и мы уже на первом занятии смотрим, у клиента смотрим, вот ситуация, где появился любовник или любовница. Я использую такую схему, это авторские наработки, там четко видно, какое место вот это третье лицо занимает в отношениях. в большинстве случаев это незначимая фигура. Это лишь фигура, которая показывает, что не так в этой системе. В большинстве случаев, даже вот, ну, пострадавшая сторона, когда вводит эту третью фигуру, там четко видно, что в том числе и отношений, как таковых, нет партнерских между там мужем и этой любовницей, к примеру. Но любовница необходима в этой системе. Почему? Потому что вот в этом гомеостазе, где застоялись с проблемами, должна пойти какая-то динамика. И тогда жизнь вводит это третье лицо как катализатор какого-то процесса. Вы можете расти через это, а можете опять же остаться в состоянии жертвы. Выбор за вами. Всегда. Здесь меня еще вот что интересует. То есть, по факту, не стали ли люди в принципе меньше встречаться, меньше заниматься сексом, потому что они много времени проводят онлайн, им просто уже неинтересно часто бывает куда-то ходить, на какие-то мероприятия и вообще... Вот я сейчас хочу, вспомнил одну статистику, не так давно читал, что сейчас говорить тет-а-тет с человеком вживую, если раньше это было 7 часов, то сейчас это общение сократилось за неделю, до 2 часов. Сейчас больше людей это вот через гаджеты, смартфоны, планшеты, компьютеры, то есть, как такового контакта вот вживую стало меньше. То есть, может быть, и проблемы это уже меньше становится, люди меньше встречаются, меньше занимаются любовью, ну, и измен, соответственно, все меньше и меньше. Это не становится меньше проблем, почему? Потому что, если бы люди создавали союзы, они оказывались в отношениях на выживание, где они постоянно пытаются что-то сохранить и перетянуть или обладать партнером, что-то получить от него, я бы сказал, что проблем нет. Но, вот то, что вы рассказываете, конечно, общество больно. Общество, ну, 100%, вот общество потребителей, которое у нас сейчас возникает, которое активно внедряется и, ну, скажем так, взращивается от общества потребителей, по примеру, западных цивилизаций, где там общество, ну, просто, если западные страны брать, там просто больные люди, больные люди, там даже если канализацию взять, ну, слышали наверняка так, что там очень много транквилизаторов, они все сидят на вот этим, мы еще более-менее здоровы. Хотя, опять же говорю, ну, общество невротично. И вот то, что вы рассказываете, конечно, это не дает близости людям, когда действительно муж и жена прорастают друг к другу и образуется нечто среднее, что позволяет им действительно быть не просто устойчивы в этой жизни, но прийти к чему-то большему. Это больное общество, поэтому то, что вы описываете, это проблема. И не обязательно поднимать попу с дивана и идти куда-то там изменять где-то. Ты даже можешь находиться один на один в помещении в одной комнате со своей женой, со своим мужем, и вы при этом будете чужие люди. И вот такой вот вопрос, если все-таки дело дошло до развода, стоит ли рассказывать, как подготовить точнее детей, если они появились в браке, и стоит ли детям рассказывать истинную причину развода, или лучше покрывать изменника или изменницу? Тоже огромнейший, то есть можно говорить на эту тему очень-очень-очень много. Но, во-первых, нужно четко помнить, кто такие дети по отношению к нам, взрослым. Если мы взрослые, не просто в хронологическом порядке, что у нас тело вроде бы как мужчины, вроде бы как женщины, а внутри непонятно что. Ребенок всегда должен быть выведен из контекста проблем родителей, и не важно какого плана эти проблемы. Если вы, будучи взрослой, там 30-летней женщине, начинаете объяснять своему пятилетнему ребенку, что папа изменил там и так далее, и так далее. Любит другую тетю. Да, любит другую тетю. Или, знаешь, в жизни всякое бывает, что мужчина и женщина не всегда могут жить вместе. Что вы делаете? Вы навязываете свои установки, вы навязываете свои программы детям. А это, в конечном итоге, сказывается на их партнерских отношениях. Поэтому, если мама, папа ведут себя таким образом, что не умеют сохранить отношения, хотя бы ребенка выводите из этого. и самый лучший способ четко ребенку обозначить. Это не твое дело, что происходит между мной и моей женой. Моей женой, не твоей матерью. Это мое дело, что происходит между мной и моим мужем. Ну, папой в данном случае она должна сказать... У тебя всегда будет отец и мать, которые любят тебя. Ну, только спокойно. Наши отношения тебя не касаются. На практике, даже, ну, допустим, я всегда говорю, даже клиент приходит, 30-летний, 40-летний, я всегда говорю, я обращаюсь к нему в какие-то моменты, как ребенку. Почему? Потому что в каждом из нас живет вот этот ребеночек. Ну, из транслактного анализ, знаете, есть, слышали, взрослый, родитель, ребенок. Мы говорим о ребенке, потому что все остальные вроде бы как справляются с проблемами. И когда я даже 40-летнему, то есть мы проделаем вот этот эксперимент, возвращаемся в прошлое, и папа, мама, он представляет, что ему говорят вот это, он сначала, этот ребенок оказывается в шоке. Он оказывается в шоке, он оказывается в пустоте. Но эта пустота гораздо более продуктивна, эффективна для этого ребенка, даже если это тельце уже взрослая, чем ему начинают что-то объяснять. В том числе неоднократно, потому что сопровождают такие пары. Если пара уже приняла или кто-то из партнеров принял решение расходиться, вот когда он использует подобные разрешающие фразы, да, ребенок сначала в шоке, но потом даже эти родители отмечают, насколько проще ребенку оставаться сохранным в этой сложной ситуации. Не их дело влазить в наши проблемы, тем более, если мы не взрослые и не мудрые люди, которые решили развестись. Но говорить надо спокойно, ласково или вот строго, как вы? Ну, видите, я все-таки, вы же девушка, поэтому вы можете говорить это мягко, там, душевно и так далее. А я все-таки нахожусь в мужском теле, поэтому я вот так директивно это все утверждаю. Вот. Во-вторых, для меня это, скажем так, болезненная тема. Почему? Потому что вы взрослые можете творить в своей жизни все, что угодно. Гадьте свою жизнь, я считаю, как хотите. Не трогайте детей. Но, пожалуйста, сделайте так, чтобы ваши дети имели возможность научиться быть счастливыми. А возраст ребенка зависит? Вдруг сыну там или дочери 18 или 17? Буквально недавно работаю с клиенткой, которой 67 лет, и вот ее супруга потянула направо-налево. То есть в этой возрастной категории. Представляете, какой шок? То есть 37 лет они прожили вместе. И вот оказаться в этой ситуации, я прекрасно понимаю, насколько ей тяжело. Начинаем с ней работать. Академо, ну там, мы дочери 30-40 лет. И вот эти девочки, они все-таки, эти девочки, даже если они уже взрослые женщины, втягиваются в отношения между папой и мамой. И занимают позицию одного, занимают позицию другого. Что происходит в телах этих 40-летних, 30-летних детей? В сознании. Они делят мир на правильно и неправильно. Они опять же берут проблемы. Проблемы своих родителей в свою жизнь. Как это будет сказываться на их партнерских отношениях? Как это будет сказываться на их внутреннем состоянии психологическом? Мы не знаем. Поэтому, когда мы вот эту ситуацию проработали с этой клиенткой, они говорят, да, вы правы. Чем меньше я посвящаю своих дочерей в это, тем проще им общаться с тем же самым отцом. Понимаете? Конечно. Делайте выводы. Олег Юрьевич, ну, вы подробно, в общем-то, на мой взгляд, ответили на все вопросы, рассказали, и показали, и научили. И все же для тех людей, которые, не дай бог, но находятся в таких сегодня жизненных обстоятельствах, дайте какие-то советы. Ну, вот прежде всего, нужно помнить о том, что жизнь непредсказуема. Сегодня, знаете, как говорят, черная, завтра белая и так далее. То есть, рано или поздно все заканчивается. И этот тяжелый период, который связан с изменами, тоже рано или поздно закончится. Как вы из него выйдете, зависит только от вас. Вы выйдете весь потрепанный или вся потрепанная, вся измученная в состоянии жертвы, или выйдете гораздо сильнее, обретя себя в этой ситуации, зависит только от вас. Если, по-первых, то есть, знаете, вот любая измена, психология в классике описывается, как потеря на физическом уровне. То есть, она проживается где-то в среднем год. Это действительно очень тяжело. Это очень больно. Очень больно. Если не хватает собственных ресурсов, и вы не готовы сейчас прямо работать с психологом, то есть, у вас вообще там эмоциональное состояние никакое, идете к психиатру, к неврологу, не боитесь, не бойтесь, принимаете консервативную терапию, для того, чтобы хоть как-то стабилизировать себя. Появляются ресурсы, идете к психологу и начинаете разбираться, зачем я оказалась или оказался в этой ситуации, что я могу сделать, для того, чтобы обрести себя в этой ситуации. И, соответственно, под наблюдением специалиста уже начинаете обретать себя. Поверьте, это не просто слова, это опыт многих-многих-многих клиентов, которыми я сталкивался в этой жизни. Вы можете из этой ситуации выйти в гораздо более сильном состоянии. Сильном не только внешне, как-то улучшить свои качества, но и внутренне, духовно вы можете вырасти через эту ситуацию. Спасибо большое за интересную беседу. Напоминаем, что у нас в гостях был известный психолог во Владивостоке Олег Юрьевич Сумарин. Спасибо большое. Вам спасибо огромное. Редактор субтитров А.Семкин